Калон это значит большой. Пой это нога. Калон это большая нога. Это дословный перевод. Керсинское название? Да, да, да. Смысл этого названия совсем другого. Многие говорят, что подножие великого. На самом деле, за то, что наших великих людей, наша нога касалась здесь, это Пой Калон назвали. Все наши правители, все наши ученые, начиная, скажем, из первых наших знаменитых ученых, Абу Хавсикабер, учитель имама Аль-Бухари. Имам Аль-Бухари здесь приходил, сам тоже намаз читал. Абу Алибинсин, Ави Цена. Все семь первых наших, которые есть, начиная с Абдул-Халика, и же начиная, до Бахури Нашбанда, приходили здесь намаз читали. Мечеть пятничная, только пятницу, и праздничные намазы приходили, я считаю. Пять разы не молились здесь. Но стражники поднимались, что пять раз были. Первоначально здесь мечеть была построена в 1713 году. 1301 год назад первая мечеть была построена. Деревянная. Она сгорела. Построил ее арабский полководец Кутайбе ибин Муслим. Он ислам-религию принес к нам он. Занес сюда. И первая мечеть, когда построил деревянную, она сгорела где-то... В 11 веке сгорела первая мечеть. Потом построили мечеть из нежжento кирпича. Под дождем ее каждый год смывало. Когда уже пришли к власти Караханиды, тогда один из основателей 12-го караханиды, был правитель Шам Сумалик, он приказал построить мечеть из жирного кирпича. Чтобы людям надолго и прослужила. Так как деревянная мечеть сгорела, глинная мечеть каждый год ливень смывала. И решили построить из жирного кирпича, чтобы она надолго и мы прослужила. До сих пор мечеть действующая, минорет одновременно спокойствует с мечетью в 1927 году, на 20 лет старше Москвы, да, и мечеть и минорет. Пока, правда, 16 лет. Мозаика ваша, ундекская, да? Наша, да. Мозаика наша. Вот, значит, построили здесь... Это же она есть, да, в периоде Тимурина, да? Из этого мозаика кто внес? Мозаику, да, да, да. Именно он разве, по-моему, переведет, нет? Мозаика вообще-то, это на русском мозаика называется, мы ее Кошини называем. Да, Кошини. Потому что первая кирпичная глазурь вышла из иранского города Кош. Коши. Да, это мозаика из Ирана вышла. Ага. Они все это было привозной, и Тимурлан тоже оттуда брал привозной это все было. Но при нем это началась мозаика была, в Узбекистане начали мозаику при нем делать Тимурлан. Тимурлан, да. Они использовались. Впоследствии начали у нас уже использоваться. Вот это уже, конечно, мозаику, в Медресе, поскольку 16 веке, и одновременно вот их послал поскольку 16 веке. Сама мечеть основа 12 век. Если вот видите нищие вон, видите нищие? Это как раз для дереващих тоже, чтобы они могли там свалить. От дождя курицы и от снега там играют. Здесь тоже нищие. Это как раз в то время у нас как раз в Ханахе, в Суфийской мечети, когда начали строить, одновременно здесь тоже так же сделали, чтобы они могли здесь спокойно, не ходя отдыхать. Потом дальше, могли дальше идти по своим посвятам. А на самом деле, в очереди что-то происходило вот здесь прямо? Только молитвы и люди собирались здесь, чтобы на молитвы были. А они здесь танцевали? Нет, нет, нет. Во время, во время уже независимости, здесь был фестиваль, где 2500 лет года Бухари праздновали, здесь танцевали. А в старинные времена до... Нет, я имею в виду до Руси. Нет, нет. Нет, нет. Здесь не танцевали. Из-за этого, вот теперь, как они все это построили, жены кирпича до сих пор это все стоит. Первоначально, первый минорет, когда построил в 1121 году, он, минорет был некачественным, упал. Тогда уже правил внук правителя Шамсу Малика, Асланхан. Он приказал казнить того мастера за то, что он некачественно выполнил работу. Наши другие мастера боялись брать за работу, что думали, что такая участь будет ожидать, если они некачественно построят. Знаменитый наш мастер, минор СОС у нас называют, строитель миноретов. Мастер Бахо вызвался строить. Когда договорились с Асланханом о цене и о доставке кирпича, о материале, Асланхан мне все предоставлял. Он построил фундамент минорета, глубина до 12 метров входит еще, в фундамент. Построил фундамент минорета и сам убежал из города. Тогда Асланхан приказал тоже найти его и казнить. Его посуду искали, не могли найти. Через три года он завернулся. Его бросили в темницу. Земля у нас называют земля. Потом через некоторое время Асланхан вызывает его на допрос и спрашивает объяснить свой поступок. Он говорит, я вот сам пришел, чтобы доставить минорет. Потому что поступок мой заключался в том, что я дал время, чтобы отсоялся фундамент. По тяжести осел, окреп. Вот я сам берусь, чтобы его доставить. Тогда он высушил все-таки в масле. Потому что любые высокие здания, фундамент должен отсояться. Сразу не сруять. Потому что фундамент здесь поломается. Все, со стороны тоже поломается. И вот второй Асланхан решил построить. И вот он поднял этот минорет за два года. С 1225 до 1222 год. А как поднимали такое? 14 поясов в предыдущей хватке. Ни один узор не повторяется. Кроме этого два узора, два пояса. Надписи вот с белым, по черным. И вот там, где осколок упавший, посередине. Вот там тоже кофей надпись. Написано, бисмилляху рахмани рахим. Первый. Там вот так справа налево идет. Во имя Аллаха милосердного. Этот величественный, возвышенный минорет. По своему приказу Шамс. Идеальный, да? Просто. Смотрите. Да, да, видно. Когда Шамс не малика. Шамс закан, не малика тоже. Дальше год хижели, месяц хижели. И переком построили. И кто построил? Масер и при Асланхане построили. Это все написано. Все. Это две пояса надпись. 16 поясов получают. Наверное, у 16 окошек. Видите, как фонарь он горит? 16 окошек. Вот там сейчас лампочки горят. На самом деле там, в такое время, после Магреба, в вечернем намазе зажигали огонь. До утра поддерживали. Чтобы караваны мимо города не прошли. Как маяк, да? Да, как маяк. Потому что, когда этого минарета не было, у нас до этого минарета пока не было, у нас все равно Великий Шелковый путь проходил. Но караваны ночью не видели города, мимо проходили. Он приказал построить такой минарет, чтобы караваны мимо не проходили, заходили в город, отдохнули, торговали, а потом выходили. Любое государство, если оно богатое, оно считается мощным государством. А богатство за счет торговли велось. Из-за этого он тоже, опять же, показал свою мощь. Экономику. Экономику, да. И для этого он сказал, посудить в такой минарет, он знал, что караваны не забудут, зайдут сюда, будут торговать. Если деньги будут, здесь и ученые будут, и мастера будут, и все укрепляться будет, и государство богатое, и сильной мощным будет. Так и получилось. До прихода большевиков здесь у нас всегда был, наш город был такой мощный. Эмират распространялся почти до Сибири с этой стороны, до Афганистана, до Мазари-Шарифа. В общем, половина Туркменистана занималась, весь Эмират наш был в то время. И бухарские купцы привели же в Татар, ну, в Великую Булгарию тогда. Булгарию, да. Музульманскую веру-то. А не написано. Нет? А кто? У нас есть враги, тоже похоронен, правда он чуть подальше. Арабы пришли? Арабы. Худя Булгар. Вот раз был татар, Худя Булгар. Он в 18 веке жил, там его могила тоже есть, надлуби такой, тоже палка, там 6 здесь видели, там пятерня, тоже все как положено все есть. Арабские хвосты пришли, на телесуфийские знаки. А что вот эта пятерня означает? Пятерня означает, значит, вот так если читать, Аллах написано, на арабской вязи Аллах написано. Потом у мусульман 5 обязанностей, вера, молитва, милосты в пользу бедняков, закат, пост в месяц Рамазан хадж. Пять раз молимся, утром, полуденный, предвечерний, вечерний заключенный мусульман. И опять же, суфи обладали такими качествами, что у них, они были в достатке, богатые были, но они из своего богатства брали себе, для пользования, для своей семьи, остальное все равно любитникам. Обладая разными чудотворными, своими качествами, люди приходили, кто-то людей излечал, приходили люди за то, что он кого-то излечил, дарили земли, например, сады, вишневый сад, в Турме также было. Они из-за этого прибыли брали, то, что себе надо брали, а остальные опять раздавали. Так они еще больше добивали святости. Чем больше совок делали, для себя лучше было. Это как раз петельно означает, что суфи, почему они над суфами это ставят, что они с собой эти деньги не копили, потому что знали, что уйдут с этого мира пустыми руками. Так же Александр Македонский тоже говорил, когда я умру, похороните меня, чтобы моя рука была снаружи, чтобы люди видели. Я больше полмира завоевал, но вот с пустыми руками ушел, чтобы люди видели, чтобы за богатством не охотились, не бегали. Так же это суфийское. У нас на каждом углу, в каждом переулке такие были, в Питере не были, сейчас во время союза все убрали. Люди в то время, которые забылись, ударились в бизнес, или какие-то проблемы у них появились, задумчивые шли, чтобы они по крылкам шли, если их голову поднимут, они это видели. Вспоминали? Вспоминали, опять возвращались, все от бога. Мол, не думай, как наши праведники говорили, «Гам нахор, гам хору тухдам, инду не войду не удаст хир тухдам». Это значит, не переживай, я с тобой. И в том, я тебя сам поддержу. Наш праведник так говорил. Еще, Бахалдин Нажман точно так говорил, «Хдо до рам, чихам до рам». Это на фальсе. «Бог со мной, зачем мне переживать?» Они вообще не переживали. Из-за этого, тоже так же люди, когда были, переживания были, они это видели, вспоминали это все. Все от бога. Все наладится. И опять с открытой душой, облегченный, опять дальше ходили по своим делам. И бог естественно помогал, потому что бог на все находится у каждого в сердце. Он все это видит, все чувствует. И чем больше человек, можно сказать, по-доброму относится, бог ему вознаграждение дает за это все. Возвращается. Да, да. Значит, первоначальная функция, минерета, азан, призыв на молитву совершали. Вторая функция, как раз, оттуда, если подняться, радиус 30 км видно вокруг города. У нас в городе была, городская стена имела 11 ворот. По направлению к каждому городу были тропинки, караваны какие-то. Они оттуда видят, сколько караванов, откуда идет Самаркан, или Сашкент, или Туркменистан, или Афганистан идет, все видно было. Контролирование. Если враг нападает, тоже видно было оттуда. Третняя функция была, как раз, как маяк он действовал. Вот как видим, эти караваны иззади шли, заходили, отдыхали, дальше выходили, по своим делам ходили. Призыв на молитву совершали, так как мечеть пятничная в год 54 раза. 52 пятницы и два праздника в Гроза и Курбан-Баграм. Пять раз они не поднимались, а за них говорили. Открытая мечеть под открытым небом. Пойдем сейчас зайдем посмотрим. А можно вам? Пойдем. 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 Продолжение следует...